Привет всем гостям и подписчикам моего канала Infocus M560 Infocus M808 Infocus V5 Это не три разных телефона Это один и тот же телефон, который имеет такое количество названий Я не знаю с чем связано такое изобилие названий одного телефона но зато немного знаю об этом телефоне и хочу с вами этим поделиться в этом видео Кроме того, что телефон имеет как я уже сказал три названия он еще может похвастаться классным дизайном Я думаю многим понравится этот дизайн телефона сделан он на мое мнение очень классно Смотря на дизайн M560 у меня приходят в голову два телефона Это прежде всего iPhone, куда же без него и второй это Nexus Nexus 6 от Huawei От айфона здесь полоски хоть и не сильно похожи на айфоновские А от Nexus'а здесь вот эта небольшая вставочка в которой разместилась камера вспышка и микрофон А теперь давайте поподробнее про дизайн Начнем с задней крышки На задней крышке кстати крышка металлическая расположен логотип InFocus вот так нестандартно не горизонтально а вертикально написан и камера на 13 мегапикселей вспышка и микрофон как я уже сказал они спрятаны вот в такую вот прикольную вставку которая сделана из Soft Touch пластика На левой грани кнопка включения и качелька громкости больше здесь нету ничего кстати кнопки очень качественно сделаны они не дергаются не тарахтят очень плотно сидят в разъемах на них не нужно сильно надавливать достаточно немножко прикоснуться и телефон уже включился На правой грани расположены два слота это слот под две nano sim карты и под micro sd карточку телефон поддерживает micro sd карточки до 128 гигабайт на верхней грани только разъем для наушников 3.5 а на нижней грани расположен динамик с правой стороны с левой стороны это муляж для симметрии какие-то шурупчики и разъем для зарядки micro usb не Type-C на передней панели снизу находится надпись InFocus сверху динамик фронтальная камера на 5 мегапикселей и сам непосредственно экран на 5,2 дюйма 2,2 дюйма почему? потому что здесь кнопки аппаратные не на самом телефоне а встроенные в Android дальше мы это еще увидим включаем экран и продолжаем и так как я уже сказал 5,2 дюйма экран Full HD IPS кнопки как я уже говорил аппаратные находятся на самом экране и телефон довольно таки яркий здесь неполная яркость стоит для комфортного для комфортной записи видео некоторые жалуются на недостаточно насыщенные цвета но я в принципе не заметил такого дискомфорта углы обзора у телефона можно сказать 100% здесь стоит вот такой вот нестандартный лаунчер видим лаунчер от самой компании InFocus здесь нету кнопки меню здесь нету всех приложений здесь все находится на рабочем столе здесь просто стоит бесконечная прокрутка и все программы которые вы скачиваете просто загружаются сюда на рабочие столы как вы уже видели листается все шустро никаких нету подтормаживаний зайдем в настройки и посмотрим сведения о телефоне в распаковку я уже заходил но кто не смотрел распаковку я покажу еще раз заходим в мой телефоне и версия Android здесь 5.1 вот пожалуйста на борту телефона стоит восьмиядерный процессор MTK6753 с частотой 1.3 ГГц также здесь установлено 2 ГБ оперативной памяти что в принципе неплохо и 16 ГБ места для хранения ваших данных батарейка здесь стоит несъемная на 2450 мАч в принципе для Full HD экрана я бы сказал немножко маловато но если разобраться то батареи хватает на день спокойно я немного протестировал батарею и предварительно загрузил сюда сериал в формате AV и пустил его по кругу я поставил 50% яркости я отключил Wi-Fi и звук на 65% и с такими данными я просмотрел почти 6 часов видео после чего телефон показал 3% зарядки и я видео уже выключил что для долгих поездок телефон в принципе годен перейдем к камере запускаем и что здесь интересного основная камера на 13 мегапикселей со вспышкой и фронтальная камера на 5 мегапикселей в распаковке я уже тестировал фокусировку и фото мелкого текста но сейчас продемонстрирую это еще раз вот мы фокусируемся на тексте и фотографируем вот такие вот нечеткие буквы это все потому что на этом листочке эти буквы также самонечеткие так что это не камера виновата а это такой зернистый текст есть в этой камере набор интересных функций вот здесь кнопочка мод мы открываем и первая интересная функция это картинка в картинке можно одновременно снимать фронтальной и основной камерой вот появилось у нас здесь такое окошечко его можно увеличивать уменьшать здесь снимает фронтальная здесь основная можно переключить классом на это окошко вот теперь здесь фронтальная здесь основная также можно делать живые фотографии панорамы улучшать лицо и еще прикольная функция многоугольный обзор с одной стороны сфотографировали и ведем 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 все сохранилось и что мы получаем вот такой вот ползунок здесь появился и мы можем делать вот так такая псевдоанимация псевдо 3D фото я бы так сказал конечно же примеры фотографии примеры видео я покажу в конце этого видеоролика кстати фотоаппарат мне здесь очень понравился и камера снимает видео тоже очень классно кнопки управления вот эти кнопки программные назад домой и запущенное приложение можно менять местами в настройках есть отдельное меню для этого так что кто привык чтобы кнопка назад была на другой стороне или по центру эта функция будет очень полезна а еще вот таким вот движением можно вызывать Google Now вот таким вот свайпом вверх и открывается Google Now кстати на передней панели забыл сказать в начале находится светодиод который в зависимости от ситуации меняет свой цвет да здесь не один цвет а их здесь несколько я видел только синий и зеленый но возможно здесь еще есть желтый или красный сейчас я продемонстрирую вам как идет Asphalt 8 на телефоне InFocus M560 телефон выставлен на средние настройки видео так как к сожалению этот аппарат не тянет на максималках эту игру start 9 солнцем salut ent виду пернаряд egen этого я rebels сил bene клируем но concentре ждем 好 люди completo но secretly const quickly с коуп Вот так вот воспроизводится игра Asphalt 8 На телефоне Infocus M560 На средних настройках в принципе играть можно Фрезы почти незаметны Но вот на максимальных настройках играть практически невозможно Нет, конечно возможно играть, но будет вам некомфортно А сейчас я хотел бы включить мультитач тест И проверить сколько касаний поддерживает дисплей у этого телефона Я еще не тестировал и не смотрел результаты в интернете Так что мне самому интересно будет Давайте для начала два Пять поддерживает Следующая рука Шесть, семь, восемь, девять Десять Десять пальцев телефон свободно поддерживает Смело можно сказать, что здесь стопроцентный мультитач Сейчас запустим Antutu Benchmark и протестируем телефон на этом тестере Итак, тест закончен И Antutu выдал результат 37109 Вот такой вот результат Звук в телефоне в принципе не очень сильный, но зато качественный Ну что думаю, обо всем я рассказал Теперь пришло время рассказать о достоинствах и о недостатках этого телефона Как всегда по традиции Начнем, наверное, с недостатков Первый недостаток это не очень хороший процессор, который не всегда справляется с играми на разрешении Full HD То есть компания поставила классный экран, но на процессоре немножко сдешевило И получилось так, что Asphalt 8 не идет на максимальных настройках, а на средних иногда даже тоже подтормаживает Но зато был бы дороже процессор, была бы и стоимость телефона дороже Так что здесь, так сказать, палка двух концов Второй недостаток это то, что телефон в режиме ожидания все равно умудряется немного сжирать батарею За ночь у меня сожрал то ли 6, то ли 7% батареи Третий недостаток я бы не сказал, что это прям такой уж большой недостаток Но все-таки из-за металлического корпуса при больших нагрузках телефон греется И иногда это, иногда греется до такой степени, что некомфортно его держать в руке И четвертый для меня самый такой неприятный недостаток Я бы не сказал, что критический, он просто самый неприятный Это то, что здесь не полностью переведен Android Вроде бы все на русском, но некоторые мелочи, некоторые важные мелочи здесь остались на английском Например, стоковая звонилка Сейчас я вам покажу Вот полностью все на английском Для меня, в принципе, это не есть такой большой проблемой Но все равно хотелось бы, чтобы уже раз стоит русский язык, то русский язык присутствовал во всем Нажимаем меню и здесь полностью все на английском Ну и, конечно же, некоторые пункты настроек тоже не переведены на русский В основном все на русском, но вот проскакивают английские названия пунктов И из-за того, что звонилка стоковая полностью на английском Я поставил себе какую-то другую звонилку Я уже не помню название, но, в принципе, здесь все по-русски Вот такая вот звонилка Контакты, поиск в контактах У меня сейчас нету симок, так что контактов здесь никаких нету Ну и для любителей SMS тоже не перевели стоковый мессенджер SMS-ки отправлять тоже придется со знанием английского языка Ну а на этом закончились все недостатки И перейдем к плюсам А плюсов здесь больше, чем недостатков Первый, самый-самый-самый значительный плюс для меня Это сборка Телефон собирается на заводе Foxconn Там, где собирается вся техника Apple И имеет сборку на 5 с плюсом Ну, не знаю, как другие экземпляры Мой экземпляр Не придерешься Второй плюс Это дизайн Дизайн тоже запоминающийся Третий плюс Это металлический корпус Не знаю, возможно, для кого-то будет и недостаток Из-за того, что он тяжелее из-за металла Но для меня это плюс Четвертый плюс Это отдельный слот для двух nano-сим-карт И отдельный слот для microSD-карточки Так что вам не придется выбирать Что вам важнее Поставить две сим-карты Или поставить одну сим-карту И расширить вашу память Пятый плюс Звук Звук, как я уже говорил, не сильно громкий Но зато он качественный Следующий плюс Это Full HD экран Во-первых, размер этого экрана тоже оптимальный 5,2 дюйма Ну, можно сказать, 5 дюймов И углы обзора тоже 100% Еще один плюс, конечно же, за камеру За 13-мегапиксельную основную И за 5-мегапиксельную фронтальную Вроде об основных недостатках И об основных плюсах рассказал Теперь перейдем к особенностям К особенностям я обычно отношу такие пункты Которые могут быть спорные То есть, одним это нравится Другим это может быть неудобно Первая особенность Это несъемная батарея Лично для меня это плюс Я люблю, когда телефон выглядит цельно Когда он такой весь монолитный Ну, а некоторым нравится носить с собой дополнительную батарейку И при необходимости ее заменить И вторая особенность Это аппаратные кнопки на самом экране А не на телефоне Подводя итоги, я хочу сказать, что Телефон за свою стоимость Получился на 5 баллов Возможно, не на 5 с плюсом Но на 5 точно Классная сборка Компактный размер Офигенный дизайн И это все за 110 долларов Так что я бы рекомендовал этот телефон к покупке Ну, а, конечно же, решать вам Покупать или не покупать телефон этот Спасибо, что посмотрели мой видеообзор Если понравилось это видео Подпишитесь на канал Вас ждет еще много интересных новинок Всем спасибо за внимание До новых встреч, пока! Тестируем режим Картинка в картинке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok